Еще одно видеоиздевательство. Аппарат BlackVue 6000, на самом деле уже пустышка. Само собой экран, напоминаю, в прошлый раз уже выпал. Но мы будем его испытывать в реальных условиях, лежащем на корпусе. То есть точки соприкосновения только по периметру. Экран начисто уже вычищать бесполезно. Но первое, что я всегда хотел проверить все-таки, это убедиться, что там нет пленки. Ну и то, что показывает, что его не поцарапать ножом. Как вам сказать? А хрен его знает. Звук идет, будто царапаю. Сейчас. Ну да, микроцарапинки остаются. Так что хорошим ножом его поцарапать всяко можно. Кто бы там что ни говорил, а поцарапать я его смог чуть-чуть. Вот. Ну царапины такие микроскопические. Ладно, дальше сложнее. Стекло по стеклу. О, Господи, сверло по стеклу. Уж оно-то всяко должно поцарапать. Да нет, не особо. Небольшая разница. В общем, да. Ладно, далее меня просили попробовать просверлить. Сказали, сверло по дереву точно ничего не сделает. Ну, сначала проверим вот такой вот. Ну, конечно, это у нас полезно. Ну да. Ну, точно бесполезно. Второй вариант тоже сверло по дереву. Тоже это его вершинка. Сверло не первой свежести, но еще сверху. Стекло аж прогнулось. Толку не мало. Следующая тяжелая артиллерия. Стекло по металлу. Причем с хорошего материала. Вот теперь уже стремно. Ничего, все, что есть. Несколько таких микроцарапинок. Ну, и как китайцы любят. Камера чуть не уехала. Ну, и теперь то, что мне кажется более реальным. Именно сверло по стеклу, которое должно, по идее, сверло по стеклу взять. Все. Есть. Так что, как вы видите, единственный вариант сверла, который его берет, это именно сверло по стеклу. Все. Вот такой вот красивый рисунок стал на стекле. Красивенький, красивенький. Вот и все. Кончился наш экранчик. А зато как будто обратно приклеился. Обиделся, наверное. Ну, давайте уж тогда проверим и стекло камерой так же. А вот оно царапается легче. Никакая не горилла. Вот вам разница обычного стекла и гориллы. Это поцарапал сразу же. Но нет. То есть все-таки с специфическими инструментами только. Ну ладно, раз уж так. Посмотрим, что у нас под резиной. Приклеена она или так, как чехол стоит. Деваться так по полной. Походу, проклеена. Ну да, не отрывается. Не, никак не отрывается. То есть держится колоссально. Ну все, Бобик добит. Теперь уже можно его выкинуть в мусорку. Шурупчики разве что сниму. Может кому пригодится. Этот тоже заберу. И вибро заберу. А, вибро говорили там не очень-то и работало. Но все равно заберу. Динамик мертв. Вспышка не знаю. Камера фронтальная. Мать вроде как пипец ей. Сейчас попробую снять шлейф для сим-карт. А не, не буду его снимать. Кабель антенный. Сниму. Шлейф от плат. С кнопкой. Если снимется. В чем я сомневаюсь. Ну в общем снял. Может когда пригодятся потом. Кнопочки. Ну в общем все, я думаю. Больше тут поживиться нечем. Микрофону тоже, думаю, хана. Судя по состоянию этого телефона. Датчик-барометр. Барометрический. Порвался. Значит в помойку. Ну все тогда. Это все идет в помойку. Ну а так. Все. Это был аппарат BlackVib V6000. Не мой. Бэушный. Мы проверили его стекло на прочность. Всем пока. Удачи и до связи. Надеюсь на подписку. Бэушный. Бэушный.